Мы рады вас приветствовать, товарищи ребята! Конечно, если дома вы, они ушли куда-то! В преддверии дня загадывания загадок сотрудники Центральной городской библиотеки имени Михаила Васильевича Ломоносова подготовили для вас познавательную игровую программу «Айболит и все-все-все». Прямо сейчас вы сможете совершить увлекательное путешествие по произведениям Корнея Ивановича Чуковского, поэта, критика, литературоведа, автора замечательных сказок для детей в стихах и прозе. Мы думаем, что вы хорошо знакомы с творчеством дедушки Корнея, поэтому без труда справитесь со всеми заданиями. Первый блок вопросов называется «Путешествие доброго доктора». Составлен он по сказке «Айболит». Читайте вопросы, давайте ответы, узнавайте правильные. В добрый путь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Заплыл далеко и, качаясь на волнах, вдруг придумал такие слова «Ой, если я утону! Если пойду я ко дну!» Затем выбежал на берег и мокрыми руками стал записывать строки на мокрой папиросной коробке. В какой-нибудь час набросал строк двадцать или больше. У Корнея Ивановича каждая сказка имеет свою историю. Например, свое первое детское произведение «Крокодил» писатель сочинил, когда заболел его старший сын. Они ехали в поезде, мальчик капризничал, и чтобы отвлечь его от боли, отец стал рассказывать выдуманную историю про крокодила. А знаменитый Майдадыр появился, когда в один из дней, работая в своем кабинете, писатель услышал, как рвет в три ручья его маленькая дочка, не желая мыться. Он вышел из кабинета, взял на руки девочку и неожиданно для себя сказал, «Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам». Да-да, так и есть. А уж потом было множество других сказок и стихов. Ребята, к доктору Айболиту приходят лечиться многие. Герои сказок Корнея Ивановича Чуковского не исключение. Порой пациенты забывают свои вещи. Посмотрите, какой большой мешок потеряшек. Сейчас вам будет показан тот или иной предмет оттуда, а вы будете называть сказку дедушки Корнея, где эта вещь упоминается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И все-то вы знаете, вас не проведешь. Ребята, как вы убедились, у доктора Айболита очень много пациентов. Как их всех не забыть и не перепутать? Он придумал вот что – записывать информацию о каждом на отдельных карточках. Давайте посмотрим, сможете ли вы угадать героев сказок великана Чукоши по описанию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отлично! И с этим непростым заданием вы успешно справились. Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, мухи-цикотухи – это всем известная сказка тоже возникла спонтанно. Вот что рассказывал Корней Иванович. Чувствуя себя человеком, который может творить чудеса, я не вбежал, я взлетел, как на крыльях в нашу квартиру. Схватив какой-то запыленный бумажный клочок, с трудом отыскав карандаш, стал писать веселую прозу о мухиной свадьбе, причем чувствовал себя на этой свадьбе женихом. В этой сказке два праздника – именины и свадьба. Я всей душой отпраздновал оба. Ребята, Корней Чуковский сочинял не только стихи, сказки и песенки, но и загадки. Давайте поразгадываем. Паровоз без колес – вот так чудо паровоз! Не с ума ли он сошел? Прямо по морю пошел! Ах, не трогайте меня, обожгу и без огня! Был белый дом, чудесный дом, и что-то застучало в нем, и он разбился, и оттуда живое выбежало чудо. Такое теплое, такое пушистое и золотое! Красные двери в пещере моей, белые звери сидят у дверей, И мясо, и хлеб, всю добычу мою, я с радостью белым зверям отдаю. Хожу, брожу не по лесам, а по усам, по волосам, И зубы у меня длинней, чем у волков и медведей. Вот иголки и булавки Выползают из-под лавки, На меня они глядят, Молока они хотят. Ребята, наше мероприятие, посвященное творчеству Корнея Ивановича Чуковского, подошло к концу. Вы показали отличное знание его производений. Думаю, мы хорошо провели время и побывали в замечательной стране детства. Однажды литературовед, телеведущий и писатель Иллираклий Андроников сказал, «Талант у Чуковского неиссякаемый, умный, блистательный, веселый, праздничный. С таким писателем не расставайтесь всю жизнь». Нам бы очень хотелось, друзья, чтобы вы почаще приходили в библиотеку И прочитали все-все сказки этого удивительного, доброго и мудрого писателя. Субтитры создавал DimaTorzok